Всем здарова, RottenFührer, с вами я, Ричард93, мы продолжаем West81 модификацию для такой замечательной игры Gates of Hell, на которую в скором времени выходит контент на обновление 5, обязательно его заценим, и я думаю заценим на стриме, поэтому подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, также можно переходить в описание и вступать в дискорд сервер, где также будет анонс к стриму. Уже ближе к 20 числам, вот, помимо всех вот этих действий, чтобы быть в курсе, также не забываем ставить лайки на видео и писать комментарии, это очень хорошо продвигает их, и у меня будет больше просмотров, подписчиков, а с этого только нам одни плюсы. Потому что я смогу рекламировать, ладно, так, у нас с вами оборона и оброняем мы будем мою, наверное, а нет, перепутал. Есть такая высота, хилс или как-то она, горки называется, там противная такая желтая карта, там все в выбоинах, короче, луна, марс, противная, мерзкая, ненавижу эту карту, но это, я ее вроде узнаю, вроде там есть один имбовый холм, который можно будет занять. Но посмотрим, где у нас будут точки и что нам надо будет обронять, а то опять в какой-то жопе будет. Вот, я без вас, извиняюсь, изучил Паттона. Почему я его изучил? Я очень долго думал, какой танк взять, и все-таки решился взять вот этот Паттон. Почему 90-миллиметровая пушка 76 миллиметров вроде бы и хватит против вот этих вот легких бронемашин, но все-таки 90 миллиметров, как-то дрым поувереннее звучит правильно. Еще вот это приписка М41 добавляет аж 190 миллиметров пробиваемости на дистанции 10 метров, ну то есть это в упор подойти с револьвера, стрельнуть очень близко. А в среднем у него вот пробивание где-то 156 миллиметров, то есть, ну, танки мы будем, наверное, щелкать. И самое главное, у него лобовая броня, это 254 сраных миллиметра катанной гомогенной американской звездой брони. Видите, 50, это как на блоках питания, вот ставят знак качества там 80+, там, голд, платина, бронза, серебро. Вот, тут только 50 голд, это значит то, что 50 выстрелов из Карла корпус Паттона выдержит. Также тут есть две фары невероятные, на крыше есть звезда, то есть это, если что она белая, это ориентир для бомбардировщиков, чтобы они точно знали, куда сбрасывать бомбу. Прямо на башню, нахуй, чтобы ее оторвало, блядь, вместо экипажа там просто фарш был. Почему я взял этого Паттона, не сказал, так потому, что у него пулеметчик бронированный. У него, видите, вот эта вот броненашлепка, напалечник на этого, на капитана, и не будут у нас пулемет насиловать, а будет насиловать пулеметчик всех. Так, пулеметы нам теперь не страшны, ни ДШК, ни ИСГ, вот эти я их, блядь, ненавижу. Просто ИСГ меня уж в пот, меня бросает, у меня ярость звериная, я не знаю, что с собой делать, но ненавижу ДШК, когда они играют против меня. Поэтому Паттон выглядит самым таким идеальным кандидатом, это что, это у него, видимо, какие-то опухли, что это, ему удаляли, что-то. Самым идеальным кандидатом, так сказать, на покупку, поэтому я его и купил за колбочки, и также исследовал, а все, по-моему, нихуя я не исследовал. Да, я ничего не исследовал, вот четыре колбочки остались на растерзание, так сказать, отложим их в долгий ящик и подкопим, и потом купим, наверное. Знаете что? А я тут посмотрел, тут есть такая замечательная ветка хеликоптеров, поэтому давайте-ка мы в этом прохождении выйдем в хеликоптеры. Я очень хочу посмотреть, как тут они управляются, эти вертоперды. Очень-очень интересно, потому что есть такая игра Man of War, Gold War, и вот там просто ёбищное управление у этих вертопердов, и поэтому они там бесполезны. Вот, также еще пробегусь по эшелонам, ЗИСК, ну так, чисто музейный экспонат, чтобы пугать. Давайте выгоним, так, пулеметная, это классика, два танка и дустер, еще же мы дустер изучили в предыдущей атаке. Эта зенитка, она поможет, если у врага будет вертоперт, и два ящика с боеприпасами и три отряда пехоты. Ну все, вроде все вам разъяснил, брифинг провел, про лайки сказал, про подписки сказал, про стрим сказал, все, не буду больше вас задерживать, поэтому давайте приступим уже наконец-таки к этой сраной обороне. Ну и, как я и говорил, две точки просто отвратительно расположены. Одна прямо в упоре у врага, другая чуть подальше. Ну, я думаю, то, что сейчас, где заспавилась наша техника, ну да, я думаю, если враг идет примерно зеркального направления, он вот с этой развилки и пойдет. Ладно, все, не буду этот тут задерживать, тут сейчас неинтересные действия будут, я пока туда технику доведу, пока там свою линию обороны построю, там время пройдет, поэтому уже вернусь к вам тогда, когда все будет готово. Ну, китайцы, как обычно, пошли, как написали в комментариях, взор к атаку, 4 отряда, извиняюсь, пехоты и музейную экспонацию 76. Можно было, наверное, Паттона даже не изучать, потому что его мощную излишнюю для этого этапа. У них нету никакого шанса, я, как видите, даже две точки обустроил, то есть по точке, язык заплетается, на каждую точку по Паттону поставил, поэтому никакую китайскую угрозу, желтую, рисовую, мы не пропустим. На наших плантациях будет расти только кукуруза, никакого риса. Давайте я сразу избавлюсь. Ой, у меня кумуляктивы есть. Вот этот ящик 9 минут сюда тащится, кстати, держу в курсе вот отсюда, 9 минут. Едрить тебя в корень! Ошалеть, вы это видели, твою мать? Вы видели, как я... Охренеть, просто зиняк... Пау, 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 и все, и нету, и нету китаймона, и нету, и нету китаймона. Пау, пау, пау. Еман как из-за автомата стреляет, обалдеть ты. Е-мое. Надо боеприпасы-то к ней везти. Бедные китайцы выросли свою атаку. Идут просто в рех... Штабелями заложиться будут. Юб, твою мать, а, своего же убил. Чё, дастер, ну ладно, я тебе прощаю. Еман, там куда ни попади, ты убьешь китайца, гарантированно. Вы посмотрите, сколько их там идет, их миллион, просто это... Надо было эту серию 300 китайцев называть, а не ту. Это я тогда-то подумал, что их много, а их, оказывается, сейчас дохера. Сколько вас идет. Ужас. Вы посмотрите, каждое попадание я гарантированно человек 5 убиваю. Обалдеть. Тут же надо столько пехоты поставить. А чё, всё, у меня может не будет подкрепление. У меня кто-то умереть умудрился, так слушай, ты чинись. Благо тут не зря я сюда пулемет поставил, как чувствовал, то что пригодится. И тут пехоту тоже, я в самом последний момент такой думаю, оставить, нет. И в итоге решил, нет, сотрите-ка, не зря я Паттонов приобрел, сотрите-ка, чё это едет? Средний танк какой-то у них, 34-го, ёп твою мать, дед, ты чё забыл тут? Дед, ты в музее должен стоять, алё, на памятнике каком-нибудь. Ты куда поехал? Алё, у нас 81-й год, какая-то Т-34-85, тут уже есть техника с ломами, там. Вот эта вот композитная броня, многослойная, вот эти вот 100-1000 мм, воздуха, защита, там, кумулятивы. Ты куда поехал, алё, дед, ты совсем у тебя уже, блядь, безумный, посмотрите, едет вообще. Я ему говорю, куда ты едешь, куда ты едешь, ты же умрёшь, он говорит, я знаю, и он едет на смерть. Бедная Т-34-ка, 85-й, её просто как расходный материал пустили. Мне кажется, они просто склады чистят и вот в атаку по этому доисторическую технику посылают, которая вообще никак с моей тягаться не может. У меня один только под, ну, конечно, ладно, по точности только она может со мной тягаться. Вот-то точнее, чем я, так, давай-ка, не надо тут мою, мою убивать эту вот артиллерию, технику. Ответься, да, блин. Вон, смотри, что придумал, стреляет, огрызается. Ух, ёб твою мать, опять зорк атака. Уэ. Яббать их тут. Посмотрите, ну-ка, превьюшечный, неплохой получится. А чё, чё их тут так много? Не, превьюшка, неплохая, красивая. О, боже. Их ещё и пулемёт покосил. Так, надо возвращать мне вид. А то сейчас я, да, хихихихахакаюсь. И они меня запушат. Ужас, я не хочу, чтобы, блин, вступление было больше, чем само действие. Боевое. Ну, они просто, они идут и умирают. Всё, ну чё, они больше ничего не... Они идут и умирают, всё. Ну, вот, ну, как это ещё? Всё, они идут и умирают, всё, деф. Ну, они, кстати, почему тут точку пушат? Та-та точка свежая. Сейчас как там Паттон один проснётся, он... На, стэм, блин. Ааа, ты вот о чё. А, смотри, сейчас вам, блядь, будет смешно. Нет, смотрите-ка, кто-то ещё идёт. Кто-то ещё идёт. Значит, у них ещё есть деньги на заказ. Попёрли, кстати, эту точку атаковать. Смотрите, видите, бегут по краю карты. Эти бегут через середину. Но нет, у них шансов примерно ноль на победу. Приблизительно. Ну, я так, посчитал просто, прикинул бы у меня в голове. Я же умный всё-таки, Ричард, ё-моё. Бам, Паттон там даёт. Опа-чи, опа-ча. Смотрите, там зенитка или что, вертолёт катится, едет, плывёт. Что это, воздух рассекает, мили преодолевает. Что это? Это, твою мать, 37 миллиметров, тупи 55. Ну, тупи 55, мне кажется, сейчас как приехала, так и отлетит. На свой китайский зубод, где она и была собрана в подвале пакистанскими детьми. 228 метров. Ну, некрасивое число, конечно, 228. Ох, Яман за карту. Яман, они, смотрите, какие хитрозатые. Они попёрли не на танк, не на мой Паттон, они именно по краю его обходят. Яман, вы чё, китайцы, умные думать научились? Вам запрещено думать, вы искусственный интеллект. Вот, вы должны быть тупым, алё. Смотрите, у них вздымление, всё, масса. Оу, попал, как красиво. Так, Дастер мне тут чуть-чуть под этот... Помогает. Сдувает пыль. Ё-моё, просто один выстрел, один отряд. Один выстрел, один отряд. Что это приехало? Башка, вы чё, на приколе? Какая башка, алё? Музейный экспонат, всё, иди назад. Сейчас тебя этот отреставрирует, и ты будешь стоять уже точно на каком-то памятнике. Опа. Яман, вы видели там, чё мне прилетело? Ну, тут, я думаю, пулемёт справится, в общем, без проблем. На, чё встал, всё, лежи, отдыхай. Пехоту только жалко, он зенитку тут подбивает. Не, ну, конечно, я могу подъехать, как бы, порешать вопросик. А давайте подъеду, порешаю вопросик. Чё это? Негоже моих бойцов выбивать. Надо, кстати, медика будет изучить. Не поскупиться, потратить колбы и изучить Мидоса. Чтоб можно было поднимать бойцу, потому что они сейчас валяются, полую мёртвую. Я их поднять не могу, потому что медика нет. А почему медика нет? А потому что я его не изучил. Ой, какая точность, а мне Паттон вообще нравится. Ну, вы посмотрите, просто, ну, не машина, я не знаю, а божий кабриолет. Ну, что это? Ну, просто, точность есть. Урон есть. Бронированный пулемётчик есть. А, блин, эти, кумулятивы есть. Ой, ну, просто не танк, а чудо. Пульмёт-то ещё какой. Не ваш вот этот вот ДТ, а это Браунинг Саный. 50-го калибра, твою мать. Тут никого он равнодушным не оставит. Ой, просто не танк, а прелесть. Боже, почему я тебя раньше не изучил? Раз ты такой хороший, только патроны, ёпта, кончаются очень быстро. Ну, ладно. Это тебе можно простить. Это я тебя прощаю за то, что ты такой прожорливый. Прям как Дастер. Так, а нам надо с ручником пополнять этим боезапасы, потому что тут новая Азорка атака идёт. И я думаю, надо вот сюда вот подогнать пыльник наш. Потому что тут он будет полезнее. И всё-таки вот этот отрядик пехоты. Я Ричард умный. Ричард не глюпый. Ричард умный. Ричард подготовить тут запасной резервный отряд на случай вот такой вот кавабанги со стороны китайцев. То, что они побегут в атаку. У меня там снесут пехоту. Я как бы, ну, подготовился. Яман, ну, это чисто у меня идёт фарм очек. Ну, очек, имея в виду, очек этих. Ёб твою мать. Как я тебя профугазил? Да, конечно, там со стороны пехоты не видно то, чтобы он приехал. Ещё один музейный экспонент. Они реально просто склады чистят. У них потом пойдёт там затезэхи. Ё-моё, современные. Я такой, а что делать? Вот они сейчас вот меня балуют вот своими вот этими вот ошмётками. Вот этими вот остатками, что у них там на складах есть, а потом мне жопа будет. Потому что тут реально, тут техника Второй Мировой. Алё, а угод-то 81-й, если моду верить. Вест 81. Бам! Минус 3. Длин, они тут как-то этот, более уже, ну, вы понимаете, искусственный интеллект, тут этот чат ГПТ, он учится. Видите, они уже более этот, как это сказать? Подали друг от друга бегут, чтоб я их с плашом не мог забрать. Ну, вот смотрите, вон там вон, вкруг они встали. Ну-ка, бам! Ой, как щётка прям в круг залетела. Идрите, они дымы кидают. Ребята, но это вам не поможет. Вы же понимаете, вам это не поможет. Пехоту-то вы убьёте, останком-то что делать будете? Танк-то мой жив. Четырёх бойцов положили печально. Блин, надо пехоту ещё получше изучить, а то 100 хп у бойцов это вообще не делай. Они с этими гарантами обосными, с которыми ещё и где-то в Вьетнаме воевал. Ой, в каком Вьетнаме? В Первой мировой. Так, отлично. Там один какой-то партизан. Ты с РПГ или нет, признавайся? Без РПГ, поэтому не страшно. Так, а вот тут два партизана. Релуфимэн. Так, и Гренадир. А вот Гренадира давайте-ка остепеним и положим тут в поле гнить вместе с другими китайцами. Так уж и быть, на месте вашего кладбища будет рисовое поле. Охренеть, сколько я уже положил? 253 бойца, ё-моё. И он ещё, смотрите, посылает в атаку отрядик. Ой, бронемашина, тупи 55. Ёптво, это японец или китайец? Я не понимаю. Или разницы нет? Это что такое? Ой, ещё ЗИС-3. Ё-моё, боюсь, боюсь. Такую технику посылает, ё-моё. Тут думаешь, что смеяться, что плакать. Я пришёл на перестрелку, хотел постреляться, а тут какие-то детские игры, забавы. Ну что это? Атака тяжелее, чем оборона. Потому что в атаке были ДШК. А в обороне китаец не додумался ДШК взять. Вот взял бы он ДШК, он бы меня победил, я отвечаю. Бам, минус, двигло. Минус, двигло. Ёптво, мать, ещё отряд. Два отряда. Ужас. Я, наверное, даже вырезать ничего не буду. Один фиг тут ролик на 15, на 20 минут получится, если даже ничего не вырезать. Тут прям экшон-экшон постоянно. Эх, весёлый расстрел китайцев. Бегут, ё-моё, как мексиканцы через границу в Америку. Ну всё, уже точность как бы этот подсбавила. Там, ну я сколько снарядов расстрелял, это уже этот, ну там ствол перетёрся, там вот это снаряды, расшатался на новый, новую эту резьбу делать. Снаряды уже не закручиваются, я просто как из катапульты стреляю, так наугад. Он назад побежал. Оп. Так, тут три танкиста, три весёлого друга, экипаж машины сгоревший. Оп, всё. Увидели как-то китайца на окраюшке леса горевшую ба, а подошли к ней. Ну и взорвались, ёпты, на снаряде от Паттона. Ну вот такая вот история грустная. Не знаю, чинить мне эти сушки или нет. Да, починю, пофиг чё. У меня Паттоны есть, продам их. Куплю ещё один Паттон. Люблю Паттон, обожаю Паттон. Хороший танк Паттон. Прям реально хороший. Или может это после бульдога кажется, что Паттон хороший. После бульдога любой танк хорошим покажется. Даже БТ-шка вторая с пулемётами. Оп, видали какая точность? Да это обалдеть. Да я закрытыми глазами могу. Я могу назад стрельнуть, снаряд полетит прямо чётко в башку. Я могу не целиться. Блин, ползёт ветеран. Ну, он знает уже ветеран, потому что... Эх, ну не помогло ему его ветеринарство. Ладно, сейчас я добью вот эту вот несчастную диску третью. И починю это всё. И уже будем заканчивать. Ну, оборона была вообще легчайше. Не почувствовал этих китайцев. Просто Паттон их... А, пощёлкал по щелчку пальцев туфтология на месте. Ах, тиша, айтанамины. Тиша, айтана, блядь. Так, давайте-ка отъедем. Я боюсь. Страх. А вот не зря боялся. Техника-то повреждена. А в башне он пробивает всё-таки. Походу, в маску орудию или куда-то туда. Знаете, что я передумал? Чинить. Я передумал чинить сушки. Знаете, и без этих несчастных двухстокол проживём. Пятьсот шевронов. Три, восемь колбочки. Шесть звёзд и целых тысячу патронов. Я не знаю, куда мне патроны девать и я чё могу иметь? Просто брать и обмазываться? Серьёзно? Ну, а так, грустненько получилось, что в конце Паттону пострелили башню, потому что там был крутой танкист восьмого уровня. А сейчас, чтобы вот этого вот бомжа опять на восьмой уровень прикачать, ну, я не знаю, китайцы будут ещё такие зорк-атаки устраивать или нет. Теперь мы, по крайней мере, знаем то, что ЗИСК-3 паттона в башню. Пробивается, скорее всего, она пробила его именно вот этот набалдажник, этот напалечник, в котором сидит капитан. Потому что, кроме капитана, больше никто не пострадал. Танка только пулемётчик-капитан. Вот, поэтому надо будет всё-таки с пушками быть поаккуратнее и не ехать на них так в о-ло-ло-атаку, как я это сделал. Ну, вы и сами всё прекрасно видели. Выводы какие? Паттон-танк крутой, но боковать не надо. С вами был я, Ричард. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!